Противник проводит учения в Нахчеване, там, или вокруг Карабах, или где-то, и скрытно проводит мобилиционное развертывание, а наши сидят, ничего не делают. А пресса наша армянская показывает, армяне сидят в ресторанах, в кафе, а там воюют, а там учения проводят, чтобы напасть на этот народ. А наша пресса по-другому работает. И у нас так спокойно сидят. Думают, один раз победили, так и будет. Надо еще удержать победу. Вот если взять, прочитать, там разрушена военная политика, военная доктрина, структура армейская, там разрушена концепция наша полностью, там разрушена полностью, разрушена, там написано, я сейчас, кто не читает, кто-то не выписывает, значит, там разрушена полностью планы мобилиционного развертывания страны, страны и вооруженных сил. И в результате, во время нападения вот этой войны 20-й, значит, некоторые деятели во главе верховных главнокомандующим начали кричать, давайте добровольцы сюда. Какие добровольцы? Какие добровольцы? Когда вооруженные силы, согласно нашим разработанным планам мобилиционного развертывания, должны быть сделаны уже давно, как турки, как Азербайджан во время учения проводят скрытное мобилиционное развертывание, а ты сидел в шашлыке и кушал. Ты думаешь, это просто так? Это наука? Военная наука? Это или смерть, или гибель, или ранение, или вообще исчезает государство? Они еще относятся просто так, они думают, что это не просто так. Вот и противник это видит. Да еще, знаете, обидно. Ну что, враг дурак, что ли? Враг очень хорошо видит, поэтому он кулаком показывает, как хулиган уличный. Вот так, давай, давай. Ну, даже позорно, понимаете, этого сволоча еще кулаком машет. Вот так и так махали еще, поэтому создали ассала, который уничтожил этих всех сволочей, которые не кулаками саблемы махали, потому что это конец будет.